Родители пожаловались на отсутствие элементарных условий для образования в 15-й школе Каспийска. Министерство образования и науки Дагестана прокомментировало ситуацию. Звонок, перемена, время подкрепиться. Чем кормят детей в школах Махачкалы? Смотрите в выпуске. Автомобиль Chevrolet Monza – главный приз для победителя Всероссийского конкурса молодых алимов в Дагестане. Мофтии республики лично вручил награду победителю. По жизни на руках школьник Ратмир Гончар установил четвертый рекорд России о спортивном пути, планах и мечте девятилетнего вундеркинда в спортивном блоке. В социальных сетях распространилось видео, на котором родители жалуются на отсутствие в 15-й школе Каспийска элементарных условий для образования. По их словам, в учебном заведении нет достаточного количества преподавателей и необходимых учебников. «Школа для чего? Чтобы получить знания. Нет учителей. Первый минус. Дети в окнах. Второй минус. Упадет, что ты станешь вместе. Не будешь отвечать за это. Это второй минус. За последние два года школа упала ниже плинтуса, можно сказать». Минобор Дагестана прокомментировал ситуацию следующим образом. 18 сентября 2024 года в учебное заведение будет направлена комиссия и специалистов образовательного ведомства для проведения комплексного анализа ситуации, выявления возможных нарушений и разработки мер по их урегулированию. О результатах проверки будет предоставлена дополнительная информация. Звонок, перемена. И вот ученики младших классов 42-й школы после первого урока идут в столовую подкрепиться. Сегодня в меню у них говяжьи котлеты с макаронами, а также свекольный салат и фруктовый сок. «Здесь очень вкусно готовят еду». «Мне нравятся больше всего макароны и напитки, которые здесь стоят». Растущему организму крайне важно качественное и сбалансированное питание, считают эксперты. Поэтому все продукты, поступающие в школы, должны соответствовать госстандартам. Кроме того, по словам руководства, ученикам готовят разнообразное меню. «Десятидневное меню мы по нему готовим. В понедельник в основном идет молочная продукция. Во вторник это курица, либо запеченная, либо отварная. В среду рыбный день, насколько это положено. И в четверг омлет в основном. И в пятницу мясная продукция, она бывает говядина, из говядины что-нибудь такое». «Ежедневно у нас бывает завтрак и обед. Первое на завтрак входит у нас может быть каша, может быть макароны отварные, салат обязательно, может быть отварная картошка». 42-я школа может похвастаться необходимыми условиями для обеспечения качественного горячего питания. Просторная кухня, вместительный склад и подготовленная команда поворот. Столовая каждый день обеспечивает питанием более 1800 школьников. «У нас организовано горячее питание в школах республики для начальной школы. Это с первой по четвертой классы и организовано оно по-разному в каждой образовательной организации. Есть образовательные организации, которые сами обеспечивают горячим питанием, то есть сами готовят, сами закупают продукты. Есть организации, которые применили метод аутсорсинга. Это когда привлекают профессиональные организации, которые имеют на то право для организации горячего питания». В Дагестане аутсорсинг активно применяют школы города Каспийска. В этом году эту практику в пилотном режиме начали использовать и в некоторых образовательных учреждениях Махачкалы. По поручению правительства республики, школы закупают продукты преимущественно дагестанских производителей. Мухаммад Амаров, Мухаммад Магомедов, Рауд Касанов. Новости ННТ. Махачкала. 15 новых машин появились в автопарке Махачкалы. Специализированный транспорт предназначен для уборки мусора на улицах города, сообщают в мэрии Махачкалы. Среди них 8 транспортных средств, оборудованных задним погрузчиком. Они предназначены для сбора мусора и уборки труднодоступных мест, а также 7 единиц техники с боковой погрузкой. Отметим, что новые машины уже начали работу на улицах города. В селе Ахты капитально отремонтировали сразу две школы. Обновили напольные и настенные покрытия, мебель и технику, заменили системы отопления и электрику. Медкабинеты, столовые и спортзалы. Отметим, одну из школ повторно отремонтировали. Два года назад Сергей Меликов побывал на объекте и подверг результаты жесткой критики. Теперь все недочеты устранены, а школа радует учителей, школьников и родителей. Об этом сообщает администрация главы Республики Дагестан. Учение свет, а не учение этим студентам незнакомо. Все как на подбор новоиспеченные богословы, знатоки религиозных наук, от которых в ближайшее время мы будем получать знания. Но порой даже среди лучших есть наиболее отречившиеся, и выявить их помогают конкурсы. Один из которых на всероссийском уровне прошел в стенах Дагестанского исламского университета. Победители и призеры определены. Остается только награждение в торжественной обстановке. Еще более значимым это событие сделало присутствие муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Он лично поздравил конкурсантов. В дальнейшем я не сомневаюсь в своих работниках, их справедливости. Я им полностью доверяю. Каждым годом лучше и лучше будет конкурс. Дай Аллах в дальнейшем мы вот этот конкурс тоже с каждым годом нарастили. И мы претендуем в России, за границей, я не говорю, на третье место всегда. Первое место нет, и второе нет. А третье тоже мы не гарантируем, но стремиться будем на третье место. И надеюсь, Аллах нам даст возможность всегда находиться на предстали. Каждый из этих ребят – наиценнейшая единица. Ведь это люди, получившие истинные религиозные знания, которые будут доносить их до других и бороться с ложной идеологией. Кульминация мероприятия – объявление победителя. Им стал судья Диу Закер Идрисов. Главный фриз – ключи от автомобиля «Шевролет Молса». Их вручил муфти Дагестана. Он – Табасанец, с южного Дагестана. Идрисов не скрывает радости. Говорит, что готовился всё лето. Но за плечами студента – семь курсов обучения. Основную часть молодости он провёл, изучая религиозные науки. Честно говоря, летом готовиться трудно было, но, аль-хамдилля, при помощи руководства и муалимов всё получилось. Им всем благодарен, и тем, кто дуа делал, и всем, аль-хамдилля. Слова благодарности и джаза кумулах хайран. Очень хорошую работу они сделали. Это непростая работа, чтобы составлять вот эти вопросы. Часами они составляли вопросы, потом проверяют. До ночи, до поздней ночи всё это проверяют. И всё это ещё в справедливой форме всё это проверить. Это очень трудно. И пусть Алла будет доволен ими всеми. Появление в обществе таких умных и талантливых парней, как Закир, это в первую очередь заслуга родителей. Счастливый отец с искренним чувством вспоминает, как мечтал, чтобы его сын вырос богословом и делал всё необходимое для этого. С того момента, как он родился, моей мечтой было, чтобы мой сын стал алимом. Почему? Потому что с того момента, как я начал делать намаз, я видел наших алимов и видел, сколько людей они спасают от заблуждения. И поэтому всю жизнь я мечтал, чтобы мой сын стал алимом. Для нас, конечно, это чуть неожиданно, я волнуюсь, тоже не знаю, что сказать, но единственное, что я твёрдый, это заслуга нашего стаза, нашего муфтия. Парень женат? Нет. Этот вопрос нужен в ближайшее время. Иншаллах. Думаю, этот вопрос будет чуть более легко решаться сейчас. В конференц-зале музея «Россия. Моя история» в этот день собрались муфтии регионов России, богословы, а также учёные из-за рубежа. На конкурсе студенты проявили глубокие познания в исламских науках. Впервые они готовились к нему по книгам двух правовых школ. Организаторы конкурса – Муфтиат Республики и Дагестанский исламский университет. Призовой фонд составил 3 миллиона рублей. Эти средства распределили между теми, кто занял первые 8 мест. Силач, рекордсмен и настоящий супермен. Всё это про 9-летнего Ратмира из Махачкалы. В положении вниз головой этот мальчик преодолевает просто огромные расстояния. Кажется, ходить на руках для него так же естественно, как на ногах. Свой первый приз получил от родителей. Всё было так. Спор с папой. Мы поспорили с папой на квадрокоптере. Вот, если я пройду вот с одной точки А до Б, он мне подарит квадрокоптер. Вот, я не прошёл. По-моему, мы пришли домой к себе. Я был у бабушки. Мы пришли к себе домой. Потом я поджимался чуть на руках возле стенки. По-моему, говорю папе, смотри, я отхожу. И я просто взял, отошёл и начал ходить. Вот так. Квадрокоптер получил? Получил. Три, два, один. Поехали! Свои удивительные способности юный дагестанец недавно показал на всю страну. В студии программы «Чудо» на НТВ Ратмиру вручили уже четвёртый сертификат Книги рекордов России. Крайнее достижение. На руках без остановок и отдыха он прошёл 424 метра. Объявляю рекорд официально зафиксированным. Рекордсмен Гончар Ратмира Дмитриевич. Браво! Маленький силач родился в обычной семье. Первые предпосылки к спорту у него появились в год. Тогда он сумел отжаться 10 раз. Родители с трёх лет отдавали ребёнка в разные секции – гимнастика и единоборство. Но ходить на руках, сгибаться в мостике, делать колесо Ратмир учился сам. Сидит в интернете, смотрит ролики, увидел, понравилось, всё, загорелось, мы сделали. То есть у него такого, что если его что-то заинтересовало, и у него не получилось, такого не бывает. На примере того же самого горизонта упражнения. Технические сложности, которые у нас возникают, то есть у нас нет возможности, допустим, найти себе, ну как, человека, осведомлённого, наставника, да, который смог бы его в каких-то вот этих технических тонкостях, как бы, проконсультировать, дать какой-то там совет. То есть, ну мы в семье вообще не спортсмены, никто. Ну кто может быть этим наставником? Так вот, я даже не знаю, вот в том-то и проблема. Нам нужна какая-то наводка. Я думаю, олимпийский чемпион нам однозначно бы помог. Он отжимается две тысячи раз. Сильный не по годам мальчишка уже достиг ещё одной цели – преодолеть на руках девять этажей. Видеозапись отправили в Москву ещё весной, но сертификат от книги рекордов пока не пришёл. Каждый раз приглашать судью для фиксации рекорда родителям Ратмира приходится за свой счёт. Должна быть официальная регистрация рекорда, нужно приглашать непосредственно людей с этой книги, то есть вести какие-то замеры. То есть, допустим, если брать его, допустим, следующий рекорд, это всё достаточно технически сложно в силу того, что нет дистанции, которая позволяет ему этот рекорд установить хотя бы элементарно, да. То есть надо либо, ну как сказать, какой-то технически к этому подойти, то есть какую-то трассу её создать, либо что-то найти ему подходящее, а это, естественно, всё финансово затратно, само собой. Вот. И не всегда, естественно, опять-таки мы родители можем всё это потянуть. Может, мне нужно заново пройти, чтобы это зафиксировали? Зафиксировали. Я каждый день буду заходить, главное, чтобы зафиксировали. Давайте, я готов, я готов. У юного богатыря пока получается всё, за что бы он ни брался. В школе тоже учится на пятёрке. Правда, в спорте пока не определился, в каком именно направлении продолжится его путь. Однозначно, встречи с признанными мастерами единоборств добавят мотивации. Есть какие-то спортсмены, какие-то личности, с кем бы ты, возможно, хотел потренироваться? Ну, есть. Хабиб Нурмагомедов. Вот. Очень сильно хотел бы его увидеть, посмотреть, чтобы он мне дал тренировку одну. По гимнастике или по ММА? Да, по-любому. Я хочу стать или олимпийским чемпионом по борьбе, или олимпийским чемпионом по боксу. Вот, куда пойду, там и стану. С таким настроем и амбициями этому мальчику по плечу любые вершины. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.